Сделано в ветке — Здравствуйте всем. — Напомнить нужно, чем мы сегодня займемся. Сегодня продолжается наша серия программ, в которых мы говорим об истории именно нашего города, Кирова. Мы прямо вот так по годам продвигаемся. Прошлая передача была посвящена году 1959, 60-й на очереди. Я, кстати, Евгений Альбертович, хочу заметить, немало отзывов, кстати, я слышал о нашей предыдущей программе, и многие люди звонили и писали, и говорили о том, что были очень удивлены вот тем самым фактом, за какие заслуги, в кавычках, Кировской области достался орден Ленина. Вот это поразило очень людей. — Не знали. — Не знали многие. — И почему вы вручили только в 1972 году? — Да, но мы об этом говорили. Вот людей это очень-очень удивило и возмутило, изумило. — Ну, это остается фактом. Я напомню, что в 1959 году, даже в 1960-м, область была награждена орденом Ленина за выполнение плана по сдаче мяса государству. Это была госавантюра, когда в деревнях извели под нож весь скот, вплоть до лошадей племенных. — Стадами гнали в областной центр, на убой. — Даже вот на мяскомбинате лежали горы разделанных туш, которые они смогли утилизировать. Весной они оттаяли, появились мухи, все это. Поэтому все понимали, что это была огромная авантюра. В 1960-м году последствия этого уже пришлось расхлебывать. Все это привело к резкому падению жизни, к бедству из сельско-местности, разорению деревень и черноземья, падению общего уровня жизни, непопулярным законом. В итоге новочерказ и трагедии расстрелу 1962-го года. И вот поэтому орден не вручали нашей области до 1972-го года. И только в 1972-м, когда уже весь негатив подзабылся, привезли, вручили. — Было торжественное мероприятие, да? В 1972-м, когда вручили? — Да, было мероприятие. Приехал член политбюро. Вот. И у нас испекли огромный торт в виде ордена Ленина. И вынесли его в фойе драмтеатра. Дали этому представителю нож. Он постоял, подумал, говорит, я Ленина резать не буду. И поэтому все это быстро замяли, все ушли, видимо, куда-то в другое место. А торт попилили и растащили, видимо, весь обслуживающий персонал. А то там что мог. — Это чьи свидетельства? Очевидцев? — Свидетельства, очевидцев. — Очевидцев, непосредственно тех, кто готовил это угощение. — Ну, это был 1972-й год, а у нас всего лишь 60-й. — Да, в общем, да, достаточно неоднозначная, конечно, история. И скорее, да, скорее такая печальная, нежели повод для гордости, если хотите. Хорошо, 1960-й. Сегодня у нас это центральное, собственно, событие в нашей передаче. — Ну, 60-й — это, конечно, такой символический рубеж от послевоенных, трудовых, полуголодных 50-х развеселым, скажем так, пританцовывающим 60-м, от гимнастерочной, телогреечного, драповой эпохи Болонье и Нейлону, от музы и толстых джаза Энроллу, от полубокса — это, да, челка спереди и бритая голова, и от штанов стиляжных в обтяжку, волосам до плеч и лешам с алокольчиями, от радиол и музы и на ребрах, магнитофоном и винилу от фарцовщиков. Ну, и, ну, в общем, от хрущевского волюнтаризма брежневскому застою. Ну, до этого еще далеко застой будет определять, в принципе, лицо 60-х, а пока же волюнтаризм, волюнтаризм. Волюнтаризм, само слово, появилось после Хрущева, конечно, и использовалось уже и в фильмах Гайдая, там, прошу в моем доме не выражаться, и прочее. А вот первая госавантюра была по производству, перепроизводству мяса, догнать и перегнать Америку, и вот что 60-му году привело к ужаснейшим последствиям. Ну, давайте сейчас конкретики перейдем. Сейчас не помню, в 60-м году, по-моему, даже, по-моему, еще пенсии, когда у нас колхозникам начали платить, вот, где-то в эти годы, а до этого, в принципе, трудодни, и вот после того, люди стали в деревнях понимать, в том числе и в Иросской области, у нас началось резкое падение численности сельского населения, вот. Плюс этому наложилось за счет бегства из села, без паспортной, снимались с мест, и просто наоборот. Нет, не сняться было, из колхоза было не уволиться, было проблематично вот это, вплоть до статьи, и поэтому любыми способами, то есть, либо поступать куда-то в ВУЗ или в техникум в город. Но это молодежь. Да, выдавали документы, вот, а потом можно было истребить, или уйти в армию, после армии не вернуться. Вот у нас в Иросской области села стали пустеть, ну, плюс этому всему наложилось, конечно, и крупнение, но оно немного позже, но в 60-му году уже и тенденции были, то есть, стали ливидировать малые деревни, вот, в принципе, о, да, бежать, бежать только в Иров, ну, были и строй, и там Чапец, и где-то еще, но в основном, конечно, в город, поэтому вот этот бум, переселенчес, и он увеличил население города, вот это был огромный рост, поэтому город застраивался, вот мы говорили в прошлых выпусках о строительстве Котябрьского проспекта, и в 60-м году, вот, конечно, темпы сбавились. В основном Сталин и были построены, а велось строительство уже в 60-м году, еще ирпичных, панельные были немного позднее, это уже года 62-го, они начались, ну, вот, ирпичная застройка, она была в 60-е, 61-й годы. А если территориально вас сейчас посмотреть на карту города, где вот именно 60-й год строительства? Напротив сельхоз Академии построены, две Хрущевы в 60-е, они еще были в стадии строительства, построены в 61-м году, и ниже, вот, там, по Котябрьскому, плюс-минус, там, это лет, но это все построены в 60-е годы, плюс отдельными фрагментами, вот, и Хрущев, они не были зелеными или, там, розовыми, они были серые, это и угрюмые, вот, расить их начали в 72-м году, вот, город расили, и, вот, чувствовалось у нас всюду, видимо, событий очень немного таких, чтобы что-то было построено, чтобы что-то было у нас сделано, вот, по прошлым годам, я, там, целый список, что, и открывались учреждения, технику, мы строили, там, школы новые, типа, 37-й или дома культуры, или что-то еще, в 60-м году темпы, вот, видимо, из-за авантюры в сельском хозяйстве, из-за непомерный гон и вооружений, которая тоже привела к трагедии в 60-м году, ну, по порядку, давайте посмотрим общий фон, что же у нас было в мире, вот, в мире, конечно, у нас было много чего, прежде всего, в 60-м году рассорились с Итаем, вот, видимо, сейчас пытаются... Были братья на веки, а тут... Ага, пытаются сдружиться, а вот история разногласий началась в 60-м году, когда из Итая были отозваны все советские специалисты и весь техперсонал, а газета, легендарная газета Женьбин-Жибаа, орган Омпартии, Итаем опубликовала большую статью с РИТИ-Эй и в адрес, прежде всего, почему-то югославских ревизионистов и в адрес СССР, что было неслыханно и невиданно. Вот с Итаем в итоге, конечно, вот, конфронтация нарастала, что привело уже в дальнейшем и вооруженным столкновениям, ну, это было уже 60... Это попозже было уже, да? Восьмой год, да, на острове Даманс, и нажала наша Оля там и про пограничные столкновения. Ну, в 60-м году была Олимпиада в Риме, вот, выступали команды из 84 государств, и причем очень неплохо выступали, ну, конечно, их-то и в помине не было, допинговых скандалах, СССР завоевали 43 золотые медали, а США всего лишь 34. И у нас было, соответственно, место... Первое место, да. Первое место, конечно, 43 медали. Трагедия года землетрясения в Моро, где погибли по разным подсчетам 15 тысяч человек. Ну, и в этом же году Белый дом заявил, что американцы стали слишком жирными. То есть они, видимо, быстро оправились. Официальная позиция американских властей? Белый дом, слишком тучная нация у нас, да? Ну, понимаете, у нас и сейчас наши депутаты в Госдуме заявляют, что народ слишком жирный, и вот сейчас кто-то из депутатов худеет, живя на 350 рублей в неделю. Вчера уже в соцсетях где-то было, что он уже похудел. Вот, видимо, американские дети стали жирными, и, видимо, и это меры. Ну, я не предполагаю, что там были... Ну, давайте будем более толерантными, упитанными стали. Да. И что, вот заявили? Ну, констатировали, видимо. Там программа, видимо, какая-то дальше была. Медицинские программы были, но никак не по ухудшению уровня жизни, не по уменьшению минимальной размера оплаты труда. Ну, были страсти в Рея, ладно, пройдем мимо них, там что уходит президент, выбранный в отставку, там были сфальсифицированы выборы, это в Южной Рея, и все это. Ну, и события, заслуживающих внимания, но прежде всего не могу пройти мимо, конечно, это в 60-м, состоялось первое публичное выступление Джона Ляннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, и еще Пита Беста на барабанах в составе группы Битлз в Гамбурге. Вот, а Элвис... В общем, началось восхождение Битлов. Эпоха Битломании начнется через три года, а пока вот еще молодые, ему неизвестные ребята, в принципе, уже собрались, еще не совсем в полном составе, но тем не менее. А Элвис Пресс почему-то еще не упомянул, я, видимо, Стю Сетклифф был такой, который умер впоследствии, но, наверное, он был пятым Битлом в ту пору, в 60-м году. В этом же 60-м Элвис Прессли уволен из армии США. Ну вот, конечно, событие вроде рядовое, но ни до, ни после вообще в мире не было такого факта, чтобы возвращение простого солдата привело огромное общественное внимание. Ну, нельзя не упомянуть, что... Соответственно, он уволился в возрасте, я смотрю, 25 лет. Да. Ну, в принципе, он и неплохо служил в Европах, в Германии где-то. Ну, конечно, изумил СССР весь... Ну, фон такой обычный, в общем-то. Ну, что-то происходит, да? Нет, нет, ну, были явления пахальные, например, все-таки именно в 60-м году Хрущев на сессии он постучал ботинком по трибуне. Ну, то знаменитое выступление, которое можно без труда найти. Глава СССР, он ездил, участник делегации ООН, тем не менее. Вот это. И видел фотографии. Вот впервые у нас были запущены в осмос собаки и стрелы, которые вернулись назад живыми. До этого много кто не вернулся. Возвращать не планировали. А вчера я специально посмотрел фотографии. И там, оказывается, был... В подборках газет вы имеете в виду? Отбор такой, астинг у этих собак был в 60-м году такой, что сейчас, пожалуй, на ней отрешу меньше. Там надо выбрать было собак по весу. Во-первых, если будут фотографии для прессы, надо, чтобы были собаки симпатичные. Потом, чтобы воссоздать. Потом обязательно, чтобы были женского рода, потому что иначе бы там такой собачий туалет там не был приспособлен. Тем не менее, вот удалось. И это, видимо, сподвигло запустить через год уже человека в космос. Ну и почему-то Хрущев наехал еще не на церкви, а в 60-м году Хрущев разогнал Союзное Министерство Внутренних Дел. Чем по вкусу не пришлось оно, Никите Сергеевичу? Трудно сказать, чем не пришлось, но функции были возложены на МВД 15 союзных республик. Но вот главка был ликвидирован, в принципе. Ну, тогда, видимо, милиция, когда еще помнили Сталин с времена и относительно вегетариан с временем, в 60-м году особым-то им рейтингом не пользовалась. Зарплаты были маленькие, шли туда, в принципе, вот из деревень люди сбегали в основном в рядовой состав. Мы имеем в виду в правоохранительные органы. Да, да, в милиции. Но, тем не менее, вот сейчас рассказывают ужаснейшие вещи там про милицию в Башире и все. А в 60-м году та же была масса народных волнений, вызвано, скажем так, каким-то беспределом со стороны милиции, там, в Муроме, там, еще где-то в Белоруссии. То есть, его-то избили или убили. Вот народ еще тогда был незапуганный, активный. А потом народ выходил. Милицейские участки. Не знаю, может быть, и с этим связано, но очень нездоровое такое. Именно вот не только в 60-м, и немного до, и после, вот потом все-таки стали это реформировать. Ну, а так жизнь начала ухудшаться к 60-му году, то, естественно, ну, не привыкать врать нашим властям. В этом же году в СССР было обещано введение 7-часового рабочего дня и отмена налога, зарплаты. Об этом писали центральные газеты. Это как вот маяк такой, да, народу был дан. Вот смотрите, мы к этому идем. Коммунизм-то, видимо, не знаю, попозже, пораньше, в 80-м году обещали. А тут я смотрел, опять же, сканы этих газет и правда, и все, слава партии, слава там, Ите Сергеевичу, подоходный налог, там, отменим, и 7-часовой. Ну, никто... А это, простите, к какой дате, к какому году обещалось? В 60-м обещали, но дата не была названа. Вот я понимаю, что в 60-м, но конкретно... Дата не была, и... Но скоро при этом, да? Да. Да, вот надо было обнадежить, чтобы все вышли на мидинги с флагами, там, с транспарантами, кричали ура, а потом тихонечко списали на волюнтаризм Хрущева. Да, Хрущева убрали, да это же он обещал, а он, что не это, он же там с пьяну вроде, а сейчас пишут, Рым отдал Рейне. Хотя Хрущев тут, в принципе, и не совсем при делах, но тем не менее... Слушайте, может, для молодого поколения пояснить слово «волюнтаризм-то?» Волюнтаризм? Да. Государственный авантюризм. Ну, выдача, ну да, выдача желаемого за реальное... В общем, наговорить с три короба, а на самом деле... Ну, ладно, ладно, хватит о негативе, хоть о чем-то хорошем. В 60-м году фундамент Астанинской телебашни был заложен первый обометр бетона. Проект был придуман конструктором, фамилия его была не Итин, за одну ночь. Образом башни стала перевернутая лилия. Лилия? Видимо, случайно, лилия, цветок с лепестками и толстым стержнем. Вот, видимо, попалась лилия, и вот придумали саму эту концепцию башни. Ну, не знаю, вот стоит, даже горело, тем не менее. Ну, и трагедия года нельзя не обойти. Вот, конечно, огонь о вооружении. Конечно, непомерный военный, тогда называли оборонный бюджет. Вот, и пытались запустить рейту на Байкануре, и произошла трагедия. О ней, наверное, все слышали. Это одна из самых крупнейших трагедий в истории СССР. Это взрыв на стартовой площадке для запуска РАЭТ. Погиб главнокомандующий рейтными войсками стратегического назначения Неделин, и масса генералов, военных, обслуживающего персонала... То есть они сгорели заживо. Там нашли, по-моему, от Недели на один оплавленный, сгоревший погон с оплавленной звездой Маршалла. Ну, надо понимать. В принципе, была трагедия, об этом, конечно, ничего не писали. Вот, конечно, информационное поле... И вообще никакой заметочки? Абсолютно. Чуть-чуть где-нибудь была, вот, три строки, что случилась авария, но без жертв. Остальное все в тюхе. Вот, интересно, вот не было сейчас интернет, что мгновенно и в деталях все. Когда об этом стало известно? Люди стали узнавать через... Либо через... Вот, а то родственники и погибших, и пострадавших, а так вот официально было. Это уже подобная тенденция. Она сохранялась вплоть до 1986 года, до Чернобыльской аварии, до взрыва пытались рыть, устраивали в Иеве демонстрации и все такое. Но не было ни слова в прессе. Где-то... А когда все-таки официально-то было объявлено, что действительно в 60-м году была такая трагедия? Детали появились уже во время перестрочной оттепели. Когда вот... Ближе к концу 70-х. Да, началась так называемая огласность, которую там когда-нибудь вспомнит госбезопасность. И тогда вот уже, по-моему, вот эта постсоветская пресса стала опубликовать. Много чего, много. А в Кирове отголоски, возможно, люди, которые родились, там служили, родственники и так далее. Не только ведь эта трагедия, но, скорее всего, и призывы и могли быть и на полигоне, где Жуков испытывал на российских солдатах атомную бомбу и служить на Байкануре, вот в принципе. Ну ладно, вот наш ответ, видимо, был 1 мая 60-го с года сбит самолет разведчик У-2. Причем сбили совершенно случайно. Пилот Гарри Пауэрс был взят в плен над Уралом где-то. Поэтому... Ну тоже известная история. Интересный факт, когда сбили, то не знали крестьяне, то ли парашютист, то ли кто-то, то ли лётчик, вроде какой-то потом уже, что шпион. И поэтому когда... Это ведь тогда ещё там слухи пошли, что война, мол, какая-то. Да, много чего. Потому что свежие же ещё воспоминания-то были американские. Там тоже целая история. Если кому интересно, можно поискать в интернете. Сбили совершенно, можно сказать, случайно. Но, тем не менее, вот 1 мая, когда, в принципе, никто не ждал. В праздник весны и труда. Да. День солидарности всех трудящихся. Но там всё с ним благополучно закончилось, насколько я помню. Да, меняли, по-моему. Обменяли его. Обменяли Пауэрса. И это привело к интересному. Почему? Когда запускали Гагарина через год, то в последний момент, видимо, увидели, что у него нет их опознавательных знаков. А он приземлялся на парашюте. Вот ещё не в капсуле, а, видимо, это отдельно. И сообразили, что могут принять за такого же американского шпиона. Да. Может, это всё печально закончится. И могут и на вилы, могут и чего-то. И поэтому в последний момент, перед стартом, вызвали художника, не художника, но кто умеет и степеро держать. И думали, то ли звезду красную нарисовать. И поэтому довольно-таки ревовато на белом шлеме Гагарина были написаны буквы СССР. Это потом всё фотошоп, когда буквы стали идеальными. Ровненькими. Ровными. А на самом деле это было так. От руки в последнем моменте. И написано именно потому, чтобы не спутали с американским шпионом, что он свой совет и всё это. Ну и ещё, если событий по стране в целом, то в этом году начал расти, конечно, рез наш дорогой Леонид Ильич. То есть Брежнев сменил уже довольно пожилого маршала Ворошилова на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР. И был на этом посту параллельно с генсером аж до самой смерти в 82-м году. Ну и у нас, конечно, Хрущёв тоже свою неадекватность он проявлял. И в некоторых законах, например, смертную казнь в СССР распространили на неадекватные преступления. Вот расстреляли францовщиков, когда уже статью ввели после их ареста, после возбуждения отдела. И реальных случаев было немало. Действительно, приводили приговор за смертную казнь в исполнение за эти вещи. Причём именно Хрущёв, его неадекватность, его возбудимость по каким-то делам, по патологическому возбудимость, видимо, неиздержимость. Экспрессивность такая, непредсказуемость. Конечно, никто не мог поправить ни с этим мясом-заготовками, хотя специалисты понимали, можно было сказать, что вы не правы и сохранить там, может быть, агумику и всё. Нет, проще было согласиться, сказать, да, гениальное решение, всё. Ну, по-моему, мало что меняется. У нас сейчас реклама должна быть. Радостное событие – это начатое производство запорожца, знаменитого Горбатого. ЗАЗ. Запорожский автомобильный зал. Идея возникла уже, конечно, когда не было дешёвого автомобиля, да и мотоциклы были недоступны, в основном велосипеды с моторчиком. И это первые мопеды стали появляться, вот люди ездили. Вот всегда и решили, типа, Volkswagen, вот и дешёвые народные автомобили сделали Горбатого. Двигатель сзади, с воздушным охлаждением. Ну, мы говорили, да, безусловно, ещё, я думаю, поговорим. Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета. Год 1960-й, жизнь страны, жизнь нашего города. О чём поподробнее, видим, мы уже после рекламы будем говорить. Киров ровно 58 лет назад, на 1960-м году. У нас есть 10 с небольшим минут для того, чтобы осветить основные моменты. Представьте себе жителям нашего города в 1960-м году, когда вы получили Хрущёвку, она на Октябрьский проспект, можно радоваться, что машин мало, одни троллейбусы, грузовые, и ещё гужевые повозки, всё это. Вы там, ещё у вас нету обоев, потому что не принято, и дефицит, ещё стены, они даже и были мажущиеся, белили там чем-то, и с колером называлось. То есть вот это мебель, и это занавес, и между дверями вот эти все масса пылесборник, и это огромные гардины, там чего-то было. Утром возбудит гимн, в 6 часов начинает орать, радиоточка, вам надо ехать на завод, на Лепсе, вы выходите на троллейбус, на остановку, там стоит безумная очередь, подъезжает жёлто-синий троллейбус МТБ-82, номер 3. Куда с трудом ещё 10 человек впихивается, троллейбус уже трещит, а на завод нельзя опаздывать. А тройка-то была, кстати, уже? Да была, была. Нет, в 60-м ещё не знаю. В 60-м поможет. Она позже, да? Позже, ну, скажем, по Арламарсу вы выходите, и в 63-м появился третий маршрут. Вот, в такой же троллейбус Арламарса вы садитесь, там не можете сесть, поэтому надо ехать куда-то, и вы прыгаете сзади, цепляетесь за лесенку этого троллейбуса, или сзади на бампере там человек опять могли висеть, часть там спрыгивает на следующий остановку и пытается, пытается ещё втиснуться, двери не закрываются, но водитель понимает, вот эти гроздьями висят люди, поэтому в час пик, конечно, в целом жизнь, конечно, она ничего... Обычно, говорят, все шторма проходят наверху, и она в придонном слое, всегда тишина. Вот у нас область была аширирована, конечно, вот этими горами трупов животных на мясо-комбинате, слухи ходили, но тем не менее... Там случайно инфекция не поползла, люди не начали болеть. Жили вот таким образом, а после работы, да, там надо было идти в драповом пальто в какой-нибудь, вот, ну, если рабочие, то и в телогрейте даже, и надо было чему-то в жизни, вот особенно в ноябрьскую погоду порадоваться, и полно было пивных под названием «Голубой Дунай». Это были такие круглые павильоны, ну, многогранные, скажем-то, и в основном круглой формы их было немерено. Почему «Голубой», почему «Дунай»? «Дунай»? Песня была «Голубой Дунай», а «Голубой», потому что в цвет голубой расселили, были ледощаты, и вот зайти, можно было оттянуться... Советским маркетингом. Пиво было в 60-м году очень даже доступно, можно было оттянуться вот под пирожки с Ливером, у мясобината, еще что-то вот так вот. Город был печной, дровяной, еще... В мороз, соответственно, зимой все это ровными столбами поднималось. Даже в хрущевках, даже вот в этих свежевыстроенных хрущевках, еще в 60-м году, в 61-м даже и дальше не было горячей воды, то есть это все подключили отец отдельно, отапливались они отельными, отельные были там через пять домов в шестом, во дворах там, ну, примерно вот я-то по расстоянию-то смотрю, эти были огромные трубы, прямо вот напротив ООН, это было несчастье отужило, у тебя в метре от окна была, огромная горячая труба, и уча шла из этой отельной, перед подъездом этот черный снег, вот, а дрова упали, был дровяной склад общегородской, в 60-м он был на углу Герцена-Ленина, там сейчас страховая компания, и там могли бы упать дрова, машинами завозили эти дрова во дворы, поэтому были либо дровиники, либо в подвале, либо на улице, и вот, если что-то уже затевала стирка, вот, представляете, стирку в 60-м году, это надо уже уйти в подвал, брать там охапку дров, с этими дровами надо было идти в свою счастливо полученную хрущевку, далеко они все это очень везучие люди тогда еще получали, надо было нести эту охапку дров наверх, растапливать такую, ирпичная, обложенная железом прямоугольная плита, невысокая была на кухне, надо было ее растапливать, надо было ставить жестяное рыто, либо ванночку на эту, на плиту, надо было... Ну, что-то, в общем, железное, чтобы можно было нагреть, потом все это, упать детей, стирать белье, развешивать, вот, поэтому предпочитали больше ходить в центральную баню, и были там-то и услуги, это снять номер, туда ходили... А что значит снять номер в центральную баню? Именно по паспорту там, чтобы не было никакого разврата, чтобы это была семья, там, с маленькими детьми, с бабками, брали такой номер, там был такой уто, отдельная дверь, там раздевалочка, и ванна, и душ, вот туда ходили с семьями мыться, и там же стирали белье, там же упали детей, потом тащили эти узлы с бельем, вот, в 60-е годы. Я так понимаю, большой спрос был на эти услуги? Ну, был, был, да, особенно в банные дни, ну, конечно, вот, ну, тем не менее, все-таки и прогресс шел, и в 60-м году была основана газовая служба ИРСЭО области, вот, я помню... Да, сейчас накануне юбилея сейчас газовая служба находится, да? Этот офис у них был на Эрламарсе, за магазином, там прямо вот голубин... А там табличка, по-моему, висит сейчас. Не помню, такой был голубин, и дом по красной линии стоял, вот, я еще застал. В октябре в ИРСЭО было, с 60-го года была открыта балетная школа. Ого! Ну, и... Что, и прямо вот дети пролетария туда могли пойти? А вот не знаю, что сейчас там стало, вот, история балетная. У даты она, может, в ультпросвет влилась. В Амутнинске были построены в 60-м году две радиомачты, то есть телевидение, о котором мы говорили в предыдущих выпусках, вот, дошло до жителей Северо-Востока области. Там третий по счету уже был ретрансляционный центр в Амутнинске. Тем не менее, вот, да, мы говорили о том, что телевышку построили не на самом высоком месте, а пониже, вот, поэтому часть районов не попала. Мы таким образом строили ретрансляторы. В 60-м году в Иреве появился первый автобус без кондуктора. Представить только в 2018-м автобус без кондуктора. Очень хороший пост был у Мировича, вот, если бы вы оказались в коммунизме, бы это было, это вот можно обсудить на самом деле, но, тем не менее, вот, и о шаге... Но, как он тебя зарекомендовал-то? Это был автобус, который ходил, номер 10, автобус, который ходил от Центрального рынка в Вереснии, вот, и новшеством была и АССА, впервые ировчане видели билеты, и надо было покупать сам... Но и водитель, не кондуктор, а водитель сам объявлял остановки. Остановка, улица такая. Ну, и в 60-м году, конечно, обустроили Халтуринский парк, нынешний Александровский сад, вот, где появились первые аттракционные самолеты. Я застал эти два серии ребристых самолета. Которые по кругу? Да, жутковатый был такой аттракцион, когда по два человека садились самолеты открытые, они начинали крутиться, крутиться, крутиться быстрее, потом поднимались почти вертикально, а потом снова опускались. Наверняка кировские предприятия делали, да, там, может быть, но, честно говоря, ни разу-то все были поползновения, но ни разу не рискнул, но появилось и первое лесообозрение, и машин, и все, ну, и... В парке? Или в Заречном? В этом, в Халтуринском, в Александровском. Оно было маленькое, а потом поставили еще большое рядом, и маленькое свинтили, а сейчас даже долгое время были постаменты от этих лес, а сейчас, по-моему, даже этого не осталось, там, какой-то память. Ну, и, конечно, опять же, 60-й год, день рождения, год рождения Ирослава Планетария, первый Планетарий был в надвратной церкви Трифонова монастыря. Вот, да, сейчас заходишь, там висит иона, внутренний вход, и наверху я этот планетарий застал, вот, Горбачева, да, улица там была. И вот в 60-м году первая лекция была прочитана, конечно, было интересно, вот представьте, что еще, да... Про космос, имеем в виду. Не было их-то там фильмов-то, их жутко фантастически, их вот, да, приходили и показывали через сеточку это звездное небо, то вот в Пионерах это... И еще и мультирутили этого Планетария, походу, был очень популярным. Ну, потом перенесли, опять же, в церковь, притечен этот Планетарий. Сейчас он тоже где-то есть, но где-то то ли в школе, вот даже, не знаю, надо будет поинтересоваться. Ну, и, конечно, бассейн первый, это тоже нельзя упустить, в спорткомплексе Родина был, в Ирове, бассейн открыт, на Лепсе до сих пор работает. Да, рядом с почтой Лепсе, он создавался под какое-то конкретное спортивное общество, или что? Для спортсменов, или для всех желающих? Для всех, ну, были соревнования, конечно, и все, тем не менее. Видимо, Лепсе строил, Лепсе уже тому времени на ногах, прочно стоял, микрорайон застраивался. Минутка остается. Ну, интересно, что, опять же, идеология просачивалась. Вот из факта 60-го года в Ирове, азовается, надо было платить абонентскую плату не только за телевизор и радиоприемник, но и за велосипеды. Поэтому в спортивных, хозяйственных магазинах в 60-м году продавался велосипедный номер, который надо было покупать, и действовал он на год. Вот я говорю, жалею, сейчас вот депутаты Госдумы услышат, они то же самое придумают, что номера машин продавать на год, потом покупать новые. Ну, надеюсь, что... Есть страны, где реализованную уже эту идею. И событием года стал твист, пробрался он через ламповое приемни, и тогда после выхода песни Чабычаэра, вот твист в Ирове танцевали на квартирах, хотя официальная музыка была довольно такой велотеущей, уныловатой, вели Анна во два берега, куда бежит речень, там, кто сейчас это помнит, а вот твист все-таки стал гиперпопулярным после растирания Маргунова, оно появилось в 60-м году. Вот такой вот разноплановый, черно-белый, без одного оттенка, тут нельзя сказать, что очень противоречивый год, был 60-й. 60-й. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета. Я напоминаю, что программа сделана в Вятке с участием Евгения Альбертовича, выходит два раза в месяц, по пятницам мы чередуем эти выходы с программой «Союз нерушимый» в 13.06, обычно начало программ. Весь архив, еще раз напоминаю, архив передач «Сделанная в Вятке» хранится на нашем сайте. До встречи в 61-м году. В 61-м, заходите. Всего доброго, спасибо, до свидания. Сделано в Вятке.